снова здравствуйте мои маленькие любители камнерезы это я виктор и нахожусь сейчас мастерской если это можно назвать мастерской потому что тут настоящие джунгли просто-напросто даже пришлось в обои оторвать новые потому что все во льду вы не чтоб наглядно было видно ну градусник не знаю мне кажется тоже промерз потому что показывает всего минус 3 градуса но здесь минус мне кажется 18 вот ну если собственно я пришел чтобы немножко прогреться протопиться вот и все для того чтобы поработать с принятым сначала резко вот принес горячую воду потом шлифовка полировка и так далее поэтому день обещает быть тут вот у меня накопилось шлама и воды сейчас пытаюсь ледышку тоже растопить чтоб она вывалилась я просто скидываю в огород скажем так вот если это специальное место прямо с балкона ну и в общем то пытаюсь прогреться пока что тепловентилятором на три киловатта поэтому пока ждем сейчас займусь льдом если удастся это все выколоть продолжу работать если не удастся придется это спускать прогревать и вываливать только потом заниматься работой я уже залил чуть-чуть воды в станок поэтому ждем пока вот это все вот ужас ледяной немножко растопит себя и позволит немножко поработать потому что планы у меня грандиозные сегодня сделать гарнитур для матушки сибиряка так сказать владельца камней вот и сделать еще несколько украшений на заказ девушки женщины заказывали кольцо из перенита и браслет ну и там еще кое-что как скажем попутно будет надеюсь все получится поэтому я продолжаю пока уборку процессе буду вам показывать что и как ну и следующий этап совсем из разделах это наверно дикого это фен и прогрев 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 все для того чтобы вода начала капать вот потихоньку потихоньку это все размораживается я думаю такие дичащие процессы наглядно демонстрируют почему нужно полноценное помещение и почему мастерская должна называться мастерской прежде всего это конечно же тепло почему для камнереза тепло так важно для гальванистов тепло не столько важно лишь бы электролит был температуры 20 градусов ахаха для камнереза все-таки вода есть вода без нее никуда это точно поэтому вот я уже отрезку оттопил растопил сейчас растапливаю полировку а дальше самое страшное это конечно шлифовальный станок надо будет работать в работу вводить вот так вот приходится мучиться но надеюсь дай бог с нашей с вами помощью как говорится моими силами и и вашими мольбами мы наконец-то сделаем хотя бы начнем с фундамента заложен фундамент в этом году а дальше уже начнем ложить стены вот так вот еще раз спасибо всем кто договорится помогает кто уже есть частью истории мастерской скала спасибо вам большое ну и видео конечно же продолжится не прощаюсь вот собственно говоря потихоньку полегоньку запускаю процесс вот они приняты тут в общем-то пока что работы не так много будет по той просто причине что я должен их немножко придать форму это на заказ часто я начнем с более простенькой формочки так ну вот например вот такой вот красавец вот я хочу заднюю сторону немножко выровнять ну с богом там будет тяжело запускаться после простое открываем крантик смотрим вода идет не густо пока сейчас посмотрим тут надо немножко уронил бывает шланчик немножко надо приподнимать так смотрим пробуем вот здесь вот видно что сейчас немножко налить на самом круге это потому что простой был опять же повторяюсь сейчас надо заставить воду бежать очевидно где-то немножко завоздушило лед попал вакуумируется скажем так вот она потихоньку разгоняется давай давай вот лед соскальзывает видно немножко регулируем вот уже вибрации никакой нету все лед сошел вот он кстати видно лед прямо налить ну и начинаем пробовать формировать прямую вот даже еще лед еще на ходу замерзает господи на ходу просто превращается в лед кому расскажи не поверят надо будет наверно за кипяточком гонять но ничьи гонять а добавить так вот сейчас еще немножечко вот здесь вот до кристаллов хочу дойти ну я их называю кристалла ладно напросят меня мэтры вот пожалуй вот так вот вот это будет в общем-то браслет один из браслетов так вот еще вот такая вот колобашка тоже хочется немножко ее выровнять чтобы хотя бы на руке по человечке сидела вот немножко планшайба видимо разогревается как-никак сила трения дает свое и все льды меня покинули надеюсь надолго так вот она грань вот это вот остырье убираем на всякий случай и вот это вот остырье убираем и вот такая вот легенькая пластиночка в общем-то у нас получается в принципе если заднюю грань не закрывать металлом можно попытаться но это браслет я имею ввиду вот эту вот среднюю часть вот можете посмотреть вот она он будет сиять на руке поэтому я наверное так и сделаю как раз вот здесь крепежное колечко и вот здесь крепежное колечко и вот эти части закроются с породой а белую оставлю как есть ну только ограню металлом я имею ввиду сейчас последний рывочек вот так вот так вот вторая база готова вот здесь еще один есть такой вот крупненький но я думаю что придется его попытаться приполировать у него внутри там красота целый мир не пугайте что я все делаю одновременно и телефон рукой держу и другой рукой работаю как это ни странно звучит я из тех людей кто может одновременно петь песню писать и еще и читать то есть два-три делаю одновременно скажем так поэтому для меня это не в новинку грубо говоря ну вот сейчас немножечко зацеплю кристаллы вот эти вот колобашечки здесь вот порода в середине но я дойду вот немножко до этого наверное до этой части или вот ориентир будет вот этот маленький кристаллик чтобы глубже чем до него не уходить вот примерно вот так вот вот здесь уже открылось кое-что у нас смотрим а вот такая красота получается вот они видите сиять будут значит я должен крепежные кольца и металл пустить здесь а края наверное даже может оставлю такими вот ну скажем голыми природными правда меня вот это конечно стеночка не очень нравится возможно все таки по периметру пущу металл и вот эту вот трещинку скрою а здесь тоненькой полосочкой постараюсь постараюсь конечно сделать металл чтобы будущая хозяйка была более-менее довольна итогом значит все вот с этим все далее все остальное я наверное вот это вот будут кольца тоже собственно говоря на заказ вот все остальное сейчас я наверное здесь разве что форму вот эту вот кочерыжку уберу природную и наверное вот чуть-чуть сниму вот так вот породу чтобы у меня была база где крепить шинку кольца потому что это тоже немаловажно в таких случаях вот это вот частичку опять убираем собственно говоря если я хочу придать продолжить фактуру я делаю вот так вот это конечно опасно и нежелательно но чтобы не было вот нелепой ровной грани можно немножко эту фактуру природную дополнить и то есть получается вот так вот примерно несимметрично вот это вот убираем вот так вот да вот здесь вот тоже ну ладно здесь я наверное не буду шарик портить я все-таки хочу чтобы это было кольцо которое просили мне сделать на заказ одно из колец вот поэтому сейчас пойдет я думаю попробую на алмазных черепашках не на алмазных планшайбах а на алмазных черепашках добраться до предполировочного скажем так этапа поэтому вот будем смотреть также у меня здесь еще вот такой вот колобанчик есть я здесь хочу вот немножечко наверное рискнуть и оголить вот это вот обратную часть но это очень сложно конечно будет сделать на такой маленькой планшайбе очень сложно и нежелательно конечно да может и лучше и не суваться слишком крупная здесь вот она природная как пещерка я не стану трогать хотел просто обратную часть немножко вывести ну ладно видимо не судьба хотя смотрелось бы красиво вот можете посмотреть сами сразу вот грань засияла где я ее снял даже не знаю как быть ладно пока не трону так и еще у меня вот здесь вот приняты для мамы константина их я отдельно сейчас попробую тоже хотя бы заднюю грань снять вот это вот и вовсе гигант я наверное начну с придачи формы как кабошону или все-таки оставить заднюю часть природной ладно попробую сейчас так мне кажется можно попробовать вывести форму кабошона как капелька сейчас я для начала вот основу придам у меня еще ракушка сама сходит так ну вот уже что-то вырисовывается осталось только вот эту часть снять вот я наверно прервусь пока немножко подключусь для инстаграма момент поэтому до связи ребята в общем то поскольку сегодня после начала работы я таки решился показать в онлайне на инстаграме в инстаграме и в инстаграме и в все почти что все этапы как шлифовки так и тонко шлифовки доводки полировки здесь наверное в этом ролике уже просто покажу то что получилось это еще не отмытые образцы но они уже после полировки соответственно вот все вот эти вот кабошончики шарички кабошончики они уже после полировки эти образчики остаются природными поскольку были заказчики именно на природную составляющую поэтому их я не трогал разница только в том что здесь они вот тоже полированная обратная часть ее я буду максимально постараюсь максимально не закрывать металлом для того чтобы принять сохранил свойственно ему свечение вот поэтому есть вот такая вот мысль именно вот сделать такого формата вот однозначно вот эти вот края не будут закрываться наверное пущу просто металлу здесь кольцо здесь кольцо как я уже говорил ранее прицепные кольца для браслета это должно быть браслеты по факту и получится очень даже интересно вот была вырезана еще кстати вот такая вот в будущем опять же виноградная гроздь которая будет декорироваться настоящими листьями гальванопластика и так далее и так далее и получится интересная очередной раз подвеска только конечно же она никогда не повторится особенно в случае нашей мастерской где повторы вы даже если захотите не найдете и дело не в том что здесь там листья в меди там в металле или еще что-то и в природе нет повторов нет скорее тут у мастера нет повторов потому что у меня в башке такой винегрет что иногда сам удивляюсь откуда что берется поэтому повтор даже если пытаться у меня не получится что я не повторяюсь так можно сказать вот и хочу немножко даже наверное показаться я не удержался вот этот камень какой-то особенный он со мной заговорил хотите верьте хотите нет я уже даже не помню говорил об этом предыдущем у него очень интересная структура он конечно грязноватый после полировки вот у него здесь трещина и за счет этой трещины цвета изменились он когда на солнечном свету это просто что-то нереальное кажется как будто два в одном как будто две составляющие так смотришь кажется как будто какой-то не знаю маска что ли какая-то или что так смотришь как будто бы какой-то не знаю иной мир что ли как сквозь аквариум смотришь ну нереально очень успокаивает и прямо впечатляет вот для меня это самое главное поэтому вот и даже вот такой вот колечко если вот девушка сегодня в инстаграме написала если подойдет такой кабошончик то почему нет это самый крупный который вот удалось сегодня обработать очень красивый вот это все на гарнитур вот тоже на заказ пока по моему видению вот это будут серьги это будет подвеска здесь я тоже оставил такую природную составляющую скажем так умудрился заполировать кабошончик но он остался вот с природным принятым задняя сторона полирована здесь вот тоже такая вот прямо аура что ли назвать ее красота просто на солнце будет сиять обалденно минимум металла тоже будет соответственно а серьги вот если это серьги если клиенту понравится это вообще отдельная история здесь прямо красота что лицевая сторона сторона извиняюсь что обратно и вот словно орел какой-то святой лик что ли вот это вот мне все поражает прям красиво и вот эта часть тоже словно продолжение подвески но они в общем то почти что есть продолжение подвески это ой подвески господи камни я уже замерзаю вот поэтому ну классно смотрится мне очень нравится вот вот такая красота надеюсь что понравится и клиенту это будут серьги подвеска и что-то из них выберем на кольцо а то и на кольца но этот вот телепузик получился вот такой вот я все-таки ждал что он там просто полировки откроет какую-то прозрачность не от хитрый спрятался как будто бы за снегом его замело что ли вот мне нравится вот этот переход от породы самому принято интересно очень смотрится прямо вообще не хочется это закрывать как будто какой-то скалистый лес что ли вот этот вот вот это вот свечение вот здесь вот волос спали уже руки не держит все артрит меня уже съедает скажу по где она вот это вот свечение просто вот мы можно бесконечно смотреть а на солнце я даже блин не могу представить как это будет красиво туда же наверное есть мысль что металл будет только вот если это будет подвеска конечно только вот именно как прицепное вот чтобы колечко сделать цеплять как-то вот нужно минимализировать его что ли а может прям поверх породы но мне вот эта часть тоже очень нравится прям вот душа лежит и все он сегодня пока призничал кстати это в кадр попала наверно только на инстаграме когда должна была быть выпуклая капля на пульк и отломалась но видимо он так решил сам камень и знает лучше как ему такими быть все равно осталось капелька но немножко меньше ну ладно говорится вот и все общем то что хотелось показать на сегодня я уже тут замерз холодный пять часов здесь проработал слово сказать поэтому давайте ребята дамы и господа до связи я еще раз в очередной хочу сказать всем всем спасибо кто покупает наши украшения сувениры кто помогает лично мне в плане строительства мастерской потому что как я уже повторяюсь ну здесь вот в данный момент работать нереально конечно я так не хочу все показать я еще смущаюсь вот ну вот например здесь вот пришлось даже оторвать обои потому что я в тот год все так старательно клеил обоями а тут бах такая картина что здесь льды 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 альбы в общем в итоге я все это обиделся разобился и сорвал кое-где даже не до сих пор в общем вот так вот поэтому здесь работать не вариант и вот еще раз хочу сказать что всем кто поддержит поддержал присылаете денежку спасибо большое я всех записываю абсолютно я всех помню и очень приятно обязательно буду перечислять имена всех кто как говорится это помогает вносит свою становится в общем частью одной истории потому что для меня это важно осень то что это не просто я один как это уже привык привычно для меня а мы вместе и мы вместе создадим что-то вот в общем то и все все холодает теплика уже выкручил тепловентилятор поэтому сейчас дует холодный воздух клоска здесь у меня вот еще помощник спит маленький кисенок немножко наверное уже замучился здесь сидеть но у меня выбора нет у меня еще здесь дома такса и они устраивают такие драчки что мне уже их страшно от них оставлять его зовут персик перси крепко спит персик желтоглазый персик персик вот такая киса здесь со мной обычно помогает мысленно замурчал то замурчал в общем вот так вот поэтому всем добра на этом заканчиваю пока 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 спасибо всем за внимание и с наступающим новым годом всем удачи и здоровья